Азбест посетил заместитель губернатора Свердловской области Сергея Бедонько. Основной целью рабочей поездки стало урегулирование непростой политической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в Азбестовской думе. Заседание состоялось 7 февраля в администрации Азбеста. В нем приняли участие азбестовские депутаты, глава города Наталья Тихонова, лидер Свердловских единороссов Виктор Шептий, заместители председателя Заксобрания Владимир Власов, представители фракции КПРФ и ЛДПР в Свердловском Заксобрании, а также специалисты аппарата губернатора и правительства области. В ходе встречи вице-губернатор Сергей Бедонько заявил, что сложившаяся ситуация не устраивает областную власть. Сегодня важно наладить работу в представительном органе Азбеста и приступить к полноценной работе. Ведь где нет единства власти, туда не идут инвестиции. Личные амбиции не должны быть причиной для того, чтобы не развивался город теми темпами, которые он должен развиваться. Сегодня есть определенно четкое понимание, что те города, те населенные пункты, те территории, где нет единства власти, где нет понимания стратегии развития, туда не идут ни инвестиции, ни бюджетные, ни частные, и от этого территории проигрывают. Поэтому мы не можем позволить для того, чтобы вот эти недопонимания или какие-то разногласия держали в заложниках весь город. Основная часть заседания проходила в закрытом режиме. Напомним, что из-за того, что местная дума уже на протяжении полутора месяцев не может собраться, не удается внести поправки в муниципальный бюджет, чтобы направить дополнительные доходы казны на развитие социальной сферы и попасть в программы. Таким образом, город фактически стал заложником недопонимания между депутатами. Бюджет города на 2019 год депутаты приняли. Но в целом дума не является работоспособной. Противостоящие стороны стараются лишить оппонентов мандатов, чтобы получить в думе перевес. Кроме того, накопилось много вопросов к действующему председателю. Народные избранники поставили вопрос о сложении полномочий председателя думы Андрея Самарина. Группа депутатов считает, что Андрей Михайлович выступает противникам присвоения Азбесту статуса территории опережающего развития, а соответственно привлечения в территорию новых крупных инвесторов. Для нас план А и предпочтительный вариант – это чтобы дума сохранилась и выбрали себе председателя, который демократически будет опираться на большинство, взаимодействовать с администрацией. И мы бы работали в таком виде до новых плановых выборов. Это как бы приоритет. Мы сегодня общались немножко с людьми. Одни из таких краеугольных вопросов – это строительство завода здесь, Сурминова. Но я, насколько понимаю, он обсуждается, но по имеющейся у меня информации этот вопрос вообще на повестке дня не стоит. Инвесторы отказались от этого проекта. Это можно обсуждать еще 10 лет, но этого не будет уже, потому что не будет никогда. Значит, второй вопрос – это вопрос ТОРов, то есть территории опережающего развития, из-за которых тоже весь сыр-бор в этом вопросе, и дума не принимает стратегию развития города. Я думаю, что если большинство все-таки считают, что это не нужно для города, не нужно развития, хотя я, честно говоря, очень удивлен. Я не понимаю, почему во всех других городах и регионах за это бьются и считают это очень хорошим, потому что это дает возможность привлечения средств, создания новых рабочих мест и развития территорий. Мы ведь понимаем, почему по монопрофильным городам, которым как относится Асбест, мы ведь должны думать не про 5 лет, даже не про 10, а про 20 и 30, когда-то базовое предприятие будет потихоньку в силу разных причин сокращать свои объемы. Мы же должны понимать, куда пойдут работать люди. Исходя из этого, мы тоже предложили обсудить этот вопрос. Я думаю, что его тоже можно снять на какой-то момент, по крайней мере, с повестки дня, для того, если это является каким-то принципиальным вопросом. Конечно, баланс и вопросы экологии, они должны учитываться, но не путем блокировки строительства новых предприятий, а путем обсуждения тех технологий, которые применяются на этих предприятиях, чтобы они были современными, чистыми и так далее. Мы вот за такой подход. Стоит отметить, что в этом году в Асбесте запланировано реализовать ряд социальных программ. Среди ключевых проектов на этот год запланировано благоустройство общественных территорий, ремонт объездной промышленной дороги и завершение капремонта на проспекте Ленина. В феврале нужно ставить вопрос о внесении изменений в городской бюджет. Я считаю, что понимание конструктивного взаимодействия – это задача всех сторон. Есть определенная социальная ответственность. В первую очередь, у человека, который выполняет так или иначе, не просто общественные функции, а выполняет функции защищать интересы людей. Вот это вот самая главная обязанность. Почему я говорю, что мое мнение? Потому что я прекрасно понимаю, с одной стороны, я человек – житель, гражданин, с другой стороны, я человек, представляющий интересы людей, я носитель власти. И цена ошибки, как правило, она касается очень многих людей. Поэтому здесь очень надеемся, что друг друга услышим, есть время. И мне очень бы хотелось, чтобы наш орган и наша стабильность, в том числе и работы представительного органа, только позитивно отражалась на развитии нашего муниципалитета, в первую очередь, качество жизни сбестовцев. Своё мнение по поводу сложившейся ситуации высказали также и другие участники заседания. «Разговор был о работоспособности Думы. В моем понимании итогов нет на сегодняшний день. На прямой вопрос Сергея Юрьевича Бедонько к коммунистам, готовы ли вы соблюсти демократическую процедуру, опереться на мнение большинства, коммунисты ответа не дали. Представители губернатора смогли лично непосредственно увидеть ситуацию, причины этой ситуации. Я думаю, что в этом польза есть. Они посмотрели, кто как разговаривает, кто как аргументирует. И вот Сергей Юрьевич несколько раз сказал, что вот я вижу, что часть претензий, она надумана. Я с ним согласен». Открытый диалог был. «Все проблемы были озвучены. Сергей Юрьевич понял, что проблемы есть и в взаимодействии между депутатами, и в взаимодействии между Думой и администрацией, и вот ключевые вопросы касаемо территории, пизжающее развитие, ну и соответственно реализации проекта с временной национальной кампанией. Но был диалог, пока о результатах говорить рано». «Сегодня Дума разделена на два лагеря, что на мой взгляд совершенно неправильно. Дума должна работать как единая целая. Политика, она должна быть отдельной от экономики. Если мы проведем аналогию с Государственной Думой, когда избирали Вячеслава Володина, его поизбрали единогласно. Например, аналогию с ЗАГС Собранной Советской области, у него бабушки избрали единогласно. Избирали не представителя политической партии. Избирали старейшего, опытного, авторитетного, которому довели все. Спикер Думы должен быть вне политики, должен быть равен со всеми. На наш взгляд, есть выход из ситуации, когда можно обнулить ситуацию, все из-за того переговоров, страницу перереснуть и начать ее заново. Но есть понятие «точка невозвращения», которая близка. Есть федеральное заказательство, которое прописывает срок, в который Дума не собирается, дальше Дума становится нелегитимной и принимается непопулярная мера в виде принятия закона о ее досрочном распуске и введении новых выборов. По закону, если три месяца Дума не собирается, принимается решение о ее распуске и назначаются новые выборы. Однако пока о распуске Дума говорить рано. Остается надеяться, что депутаты все же в скором времени найдут общий язык и приступят к работе на благо развития родного города. Анастасия Сметанина, Владимир Денисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова